К мысу радости Все равно, где бы мы не причалили Не подняв нам стопы приснили Не могу я знайсти твое слово Как красу рассказала твою Не могу я знайсти твое слово Как любовь рассказала мою Песни этого композитора исполняли легендарные артисты Леонид Утесов, Изабелла, Юрьева, Лариса, Александровская. Их исполняли такие известные музыкальные коллективы, как российский хор имени Пятницкого и краснознаменный ансамбль имени Александрова. Их исполняют и сейчас наши замечательные певцы из ансамбля Песнеры. Эти песни пел Яков Науменко, Иосиф Кобзон, поет Сергей Шнуров. Пусть не часто, но и сегодня они звучат в теле и радио эфирах. Он писал свои песни на стихи Янки Купала и Куба Колоса, Кондрата Крапивы, Адама Русака, Петруся Бровки, Льва Ашанина. Но славу ему принесла песню «Бывайте здоровы», которую он написал вместе с замечательным белорусским поэтом Адамом Русаком в 1937 году. В жизни этого человека все было далеко не просто, несмотря на то, что он был в свое время известен и популярен. В его жизни было очень много трагического. Была и счастливая любовь и большая печаль. Но все это было в его жизни. Талантливого композитора, заслуженного деятеля искусств БССР, Исака Любана. Не шукай ты меня, не шукай. Не шукай, не шукай. Не шукай, не шукай. Мой отец, русак Адам Герасимич, познакомился с Любаным, когда учился в Минском музыкальном техникуме. Он поступил в техникум в 1924 году. Папа пишет, мне одразу сподобауся гэтой кучаравой, веселой и достипной юнак. И не у забави знаемства переросло умоцное собруство. Вот эта дружба между Русаком и Любаном, она продолжалась всю жизнь. Они очень тепло относились друг к другу, очень ценили свои творческие успехи, радовались друг за друга. Папа очень внимательно следил за композиторскими успехами Исаака Любана. Он говорил, что его первые поэтические шаги были связаны именно с Любанской музыкой. Любан вдохновлял его на написание стихов. В 1936 году Любан встретился с папой и сказал ему, что ищет весельный верш для своего музыкального произведения. И папа дал ему текст «Бывайте здоровы, живите богато». Эта песня была исполнена впервые по московскому радио в новогодней передаче с 1936 на 1937 год и стала очень популярной. «Бывайте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дому, до хаты. Вы славно гуляли на праздники ваши, нигде не видали мы праздник как раши». В 1942 году после ранения на Западном фронте Исаак Любан попал в госпиталь. И здесь он написал мелодию, которая долго не мог подобрать стихи, текст. 17 поэтов начинающих и известных предложили свои варианты, но ему ничего не понравилось. И только 18-й вариант, а его предложили рядовой Матвей Косенко, бывший шахтер и корреспондент военной газеты Арсений Тарковский, которого мы знаем как известного поэта, и он является отцом гениального кинорежиссера Андрея Тарковского. Вот их вариант, 18-й, был принят. В 1942 году на концерте мастеров искусств БССР в Москве Лариса Александровская исполнила песню «Наш тост», и она стала моментально популярной и зазвучала во всех концах Советского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Исаак Исаакович Любан. Он в 1932 году был первым председателем Союза композиторов Белоруссии. Мне посчастливило встречаться с Любаном. Это известный композитор, автор таких песен, которых знает весь Советский Союз, бывший Советский Союз. Такие, как «Бывайте здоровы», «Живите богато», таких, как «Тост», «Выпьем за Родину», «Выпьем за Сталина». Эти произведения исполняли и исполняют многие музыканты, хоровые коллективы, и самодеятельные, и профессиональные. И мы этим гордимся, что это наша музыкальная культура, наша музыкальная история. Что я еще могу сказать про Исаака Исааковича Любана? Что он был очень музыкальный человек. Я на него смотрел, как на классика белорусской советской песни. У него была жизнь очень непростая, сложная, героическая и трагическая. Но он остался навсегда лириком. И лириком и в любовных песнях, и лириком в героико-патриотических песнях. Это символ нашей музыкальной Белоруссии. Мы, белорусские композиторы, музыканты, продолжаем его традиции. Мы помним. Это память сердца. Память культуры, память настоящей музыки. ПЕСНЯ Исаак Любан написал много замечательных песен. «Где ты черноокая», «Не ищи», «Полюбила девушка», «Песню белорусских партизан» и много-много других. Он также написал музыку к спектаклю «Нестерка» и был удостоен за эту работу Сталинской премии. Он написал музыку кинофильмом «Полезская легенда», «Наш дом счастья надо беречь», «Часы остановились в полночь». Он писал пьесы для народных инструментов, а также музыкальные фантазии. И будь то известная «Бывайте здоровы» или песня Марины из кинофильма «Часы остановились». В полночь в каждой из этих песен, в каждом музыкальном произведении аромат времени, эпохи, того времени, в котором он жил. Это естественно. Того времени, в котором он творил, любил, страдал, был счастливым и несчастным. Не могу поролнать тебе с зоркой, днём не светит заранок землёй. Не могу поролнать тебе с кветкой, не цветел садик ветка зимой. У нас дома собиралось очень много творческих людей. Практически наша квартира, дом, это была творческая лаборатория. Сюда приходили композиторы, исполнители. Создавались буквально по каждому слову. Отшлифовывалась строчка в каждой песне. Они обсуждали, звучит, не звучит. Адам Герасевич, замените это слово, чтобы оно звучало. То есть слова соединялись с музыкой. И заходил к нам Исаак Любан часто. Но я была очень маленькая, поэтому, к сожалению, не помню его образа. Однажды он был в Минске и не зашел к нам в гости. Папа решил написать письмо Любану. И оно у него получилось с юмором. То есть папа разделил личность Любану на два человека. Обращаясь к Исааку, он просил передать Любану, чтобы тот больше никогда так не делал. Не кажи ты мне слов, что не ореют теплом. Не кажи, не кажи, коли сердце твое, не палая в огнем. Не кажи, не кажи. Исаак Исаакович Любан родился 10 марта 1906 года в Черикове. Это Могилевский район. А воспитывался он в детском доме, точнее, в трудовой детской колонии в Лемене. Это бывшая помещичья усадьба. Он и его подруга Антонина Колесникова, которая впоследствии станет его женой, были детьми одаренными. У нее были хорошие вокальные данные. А он с детства сочинял музыку. И оба, и Антонина, и Исаак были приняты в Минский музыкальный техникум. Он учился по классу композиции, а она по классу вокала. Повзрослели, поженились. Все складывалось хорошо. В 1928 году Исаак Любан был назначен художественным руководителем белорусского радио. А в 1932 году он был избран первым председателем Союза композиторов БССР. Все было хорошо. Уютный дом, любимая жена, дети, слава, известность, правительственные награды, внимание властей. Все было хорошо. Но кто знает, что будет с нами завтра. А завтра была война. И в потоке беженцев, который потянулся в сторону Могилева, из Минска была и семья Любана. У него была повестка явиться в части Красной Армии. И он с Миловичем расстался с семьей. А Антонина и дети вернулись в Минск. Он уже был оккупирован немцами. И с этого момента каждый день ее жизни был страшным днем. Каждый день был день выживания, день страха, день тревоги. Она не выпускала детей из квартиры, потому что знала, что те, кто живет рядом, прекрасно были информированы о том, кем был Любан до войны. И они знали, что он был евреем. Жить было очень тяжело. Она бралась за любую работу, чтобы что-то заработать, принести какие-то продукты. Но с каждым днем выживать было все сложнее. И вдруг спасение пришло неожиданно. Она случайно познакомилась с поляком, а его звали Болеслав Берут. Это тот самый Болеслав Берут, который станет президентом Польши и останется им до конца своих дней. Его имя в 90-е годы было вычеркнуто из истории польского государства. И поляки называли его польским Сталином. А вот в Минске есть улица, которая носит имя Болеслава Берута. Во время войны в Минске Берут работал у немцев. Он прекрасно знал немецкий язык, был ответственным, очень исполнительным. Немцы доверяли ему, и он распределял продовольственные карточки. Немцы не знали, что Болеслав Берут был связан с партизанами и подпольщиками. И поставлял им очень интересную, ценную информацию. Антонина стала помогать Болеславу. Она распространяла листовки. Она снабжала нужных людей фальшивыми документами. Болеславу Беруту нужно было срочно покинуть Минск и приехать в Варшаву. Правдами, неправдами он обманул немцев и выехал из Минска. А партизаны, которые очень боялись за жизнь Антонина и ее детей, переправили ее в Москву. Потом в Москве она встретит Болеслава Берута. И ее любовь к Беруту останется жить в ее сердце на всю оставшуюся жизнь. Но их отношения не возобновились. В Москве она встретила и Исаака Любана. И рассказала ему все о своей жизни в оккупированном Минске. о своей любви к Болеславу Беруту. Он ей этой любви не простил. Он остался в Москве. Антонина вернулась в Минск. И в 1946 году семью Любана постигло великое горе. Их сын Дима, ему было 17 лет, был приглашен на елку в клуб НКВД. Случился пожар. Он помогал малышам выбираться из огня. Сам не успел и погиб. Исаак приехал на похороны сына. Она подошла к нему, чтобы найти сочувствие, утешение. Он отстранил ее. Он не простил ей ее любви другому мужчину. Ешь ты, черноволкая, близкая, далекая, Светлая, подобная я сне. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Периодически в истории искусства возникают некие эпохально-духоносные вещи. Вот это можно с полной определенностью сказать, что песня «Бывайте здоровы, живите богато» относится к именно таким творческим удачам. Необыкновенно хорошо получилось у Исаака Любана и Адама Русака, потому что в этом материале сконцентрировано все самое лучшее, что может быть вообще в человеке. Это и гостеприимность, и душевность. Эта песня очень удачно отражала дух времени. Когда люди были на подъеме, когда, с одной стороны, конечно, побаиваясь вот тех процессов политических, которые происходили, с другой стороны, они непрерывно строили, улучшали, развивали, и все это нашло отражение в этой песне. Поэтому она прошла сквозь время. Она прошла сквозь время, когда был сломан хребет фашизму, Гитлеру. Она пошла дальше, она живет и сегодня. Нет ни одного концерта. Песняров, когда бы мы не заканчивали этой песней, вот именно этой песней «Бывайте здоровы, живите богато» наш концерт. Бывайте здоровы, живите богато! Мы, наверное, немного сегодня знаем работ Исака Любана. Но вот то, что он сделал вот этот пример прекрасный, качественный, удачный, духоносный, переходящий с поколения в поколение, конечно, делает его практически классик. КОНЕЦ В Москве Исак Исакович Любан руководил ансамблем песни и пляски Центрального дома культуры «Железнодорожников», занимался композиторской деятельностью, писал музыку к песням, к фильмам и спектаклям. Умер Исак Любан в 1975 году. Говорят, все проходит, говорят, что все забывают и всех забывают. Не правда? Не всех и не все. И если бы он написал только две песни «Наш тост» и «Бывайте здоровы», а их поют уже почти 80 лет, то в этом случае он тоже бы остался на страницах истории музыкальной культуры не только Беларуси, но и всей нашей некогда великой, необъятной страны, которой уже нет. Его имя бы осталось его – Исака Любана. Не спевай под окном Ты мне песни свою Не спевай, не спевай Коли в сердце не я Буду песней твоей Не спевай, не спевай Все равно, где бы мы, не причал. Все равно, где бы мы, не причал. Костровам лек Костровам лек Сиреневых птиц К нас у радости К скалам печали Вели Не подняв На мустах Весна 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 Весна